Чё, поднимем кого-нибудь? Поднимем. Еееей. Слава зомбакам. Ну вот мы кушать захотели. Может, им как-то приказывать надо Ближе голосовые команды Нет, тут есть такая штука Что зомби, по-моему, остаются на уровне всегда А вот всякие более крутые союзники Которых нам будет выдавать Ердемнул Ердемнул Еще, поди выговори его имя Вот Они будут более постоянными Ну как, ну то есть они конкретно Не будут уже постоянными А это типа временно на уровне Все такое С нами бегает Как-то, в общем, кончились зомбаки у нас Очень быстро И мы, похоже, нашли вход в layer Да Это очень похоже на вход в layer Эй Ты там Не опух Мишка В берсер, понимаешь, вошел Фух Что-то я как-то немножко побавился его затыковать Просто так Но потом решила Офиг ли Зомби надо подвезти к спуску И тогда они пойдут с тобой Жумикся Я подводил Они мне пошли Они такие Ну окей Мы здесь подождем Не поднятая тобой нежить Будет постоянная А ту, что поднял Останется на уровне Да-да-да-да Рейгун Я вот так и понял Что тех, кого нам выдадут Те будут на постоянку А тех, кого мы сами поднимаем Ну они вот Походили тут По уровню И все Мне же эти опыты получают За то, что они убивают Я их просто как щит использую Это что такое? Фангус А, так то Что? Туркупин Шло бы ты Куда подальше Мерзкое создание Что с ним сделать вообще можно? Нас убивает просто ежик Вот раз какой-то ежик Подбежал к нам И затыкал нас иголками Да, дикий видок Я говорю, ежик нас убивает Что делать? То есть именные всякие Минкауры Умунипринцы Какие-нибудь Довны с дювесами И прочие Спригнебекеры Нас не убили А вот ежик нас затыкает насмерть Спасибо, Dungeon Crawl Я знал, что ты очень-очень Как это сказать Странные чувства юмора имеешь Дикобраз А не ежик Мне все равно Это Соник, да Достойная смерть Достойного воина Вот-вот Там еще Ногра вдалеке Ну а что у нас есть Из хорошей? У нас, конечно, телепорт есть У нас хил есть У нас полно всего есть Можем сидеть и зачаровывать Наше оружие, например, здесь Время ультовать Вот-вот Для того, чтобы убить ежика Нужны железные перчатки Не хватает железных перчаток У нас, кстати, перчаток Вообще нету В этом, наверное, проблема Потому что мы подходим И ежика Ну не можем Никак за него взяться Да ладно Но удача действует До первого левого ежа Во И первый левый еж Видимо, появился у нас тут Саня, глянь на телепорт Телепорт сработает не сразу Он сработает через Сколько-то ходов То есть он включится сначала Будет такой Разгреваться Жух-жух-жух Жух-жух-жух Набирать обороты А потом хоп И мы уже к этому времени Мертвы будем Только не нажимай тап Да Я уже донажимался Что-то ежики какие-то Жесткие здесь водятся Ну там еще крокодила Я вижу Это аллигатор Или что? Да, что-то типа аллигатора Там огры Неплохо тут Есть блинк Нет, блинка Нет, если блинк даже и есть Что у нас тут? Да, это magic mapping То мы его не знаем У нас три неизвестных свитка есть Но вообще блинк Это самое-самое такое Средство последнего Абсолютно О, можно в инвиз уйти Точно Слушайте, ежики инвиз Наверное, не могут видеть Это же просто обычное животное Вот По инвизам отойти Потом нанести коварный удар в бок Во Читал дневники разработчиков с Телларисом? Да, Редбарон, читаю регулярно Сейчас в инвиз уходим Это проверим, может ли он видеть невидимое Конечно же не может Он выглядит опасно Очень быстрый Маленький Может бить по 16 дамага Еще воротливый, зараза Оп Он такой, а кто здесь? Оп А нет никого Так Оп 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 А как он нас видит? Мы же Мы же не видим ли? Или мы слишком близко к нему? У нас 15 хитпоинтов Все очень плохо Спичный рог из Вова Не зная, что делать Входи в инвиз Да, да, да Инвиз имба Где ежики не прочухивают Че, че, че А, его ежики не прочухивают Оттуда можно делать подлые удары Но вот мне кажется, что Огра что-то знает Он хоть и не видит нас Но он понимает, где мы идем Инвиз не дает полной невидимости Особенности, если Стелс не вкачан Пей уже Ну, такое дело Пить хп, конечно В такой ситуации, наверное, правильно Давайте бить Огра тогда Десятый уровень Мы стали сильнее Как ни странно Давайте поднимем Огра Огра это очень хороший союзник Хорош союзник Огра сдох от Лигатора Нет, даже не от Лигатора От крокодила Обыкновенного Выглядит опасно Он хладнокровен И может быть замедлен Ледяной атакой Холодной атакой Может плавать Невероятно быстро Он большой И бьет по 20 дамага Да Скиллы переключил на ручную коробку Привет, Винкряк Потом смотри Как твоего ковыряет Еще Смотри Как твой ковыряет босс И получаешь его ежкой в лицо Тебя тычет ежик Орокроки Что? Снигами не понял вообще Меня сейчас будет тыкать крокодил Тупо вот Затыкает своими зубами Или чем-нибудь еще Но хитпоинтов у меня Чуть больше половины Не очень хорошее Такое значение Можно попробовать сваливать У меня оно кажется правильным Что тут выглядит не опасно Кому наверно Даже не знаю Такое впечатление Как будто бы Лэйр Это местное ответвление ада Такое место демонов Различное зверио Там всякие ежики Убийцы Ежик адский сутуна Вот просто пришел к нам Чуть не убил Теперь и крокодил Это такой местный аналог Цербера, видимо Благо, что не трехглавый Немножко пригеним И спустимся вниз Крокодил бьет по 20 ровно Это только по своим Да-да Уж не знаю в каким своим Но вот этот черт Может болью бить Мы тоже можем больно бить его Все Самое классное О чем я временами забываю Трезубца о своем То, что он может бить через клетку То есть не обязательно Находиться прямо рядом с кем-то Чтобы его затыкать до смерти Может это стрижающий еж Типа стрижающего кролика Из Монти Пайтона К сожалению Не знаю, о чем здесь речь Этики редок Сори Не знаком я с классикой В лагере еще гидры есть О, да Гидры Это удовольствие Ты их бьешь Они крепчают Черный мишка Все Разобрали Зато у тебя 3D пирс Пирс это просто плюс к дамагу То есть как бы это неплохо Но не более того Лайт Мертвый Такой появляется Древний воин Который находится В состоянии нежити И А не, не In a state of perpetual undeathed Боится за Да, он находится в состоянии нежити Из-за того, что Хочет мереть с почвестью в битве Выглядит легко У него иммун к яду И негативной энергии Резисты И может бить Ну еще довольно слабо Но при этом может дрейнить Дрейнищая атака Он там не один Он с друзьями Билля Еще на убили Че есть Че тут привезли Морнингштарн Какой-то Энчантнутый Мы его наверно подбирать не будем Нас три зубцы интересуют больше Всякие И прочие пики копья Где нормальные спрайты В смысле Где нормальные спрайты О каких спрайтах нормальных Идет речь Энт еще что Горит Саня Века нет Серьезно Что не так со спрайтами Что тебе не нравится Ты навык файтинга Опнул Да Я знаю У него врублен Мы его тренируем Постоянно И алло Игра что-то не хочет Отвечать Никак Не реагировать Видите Оп Среагировала Окей Файтинг хорош тем Что он хитпоинты Поднимает Его нужно качать до упора Не останавливаясь Все время Вообще Что за музыка такая Напрягающая Играет Напрягающая По-моему наоборот Какой-то эмбиент Довольно незаметный Я вот пока ты не сказал Вообще не замечал Что музыка играет Наверное самое лучшее Что должно быть в музыке Которая А вот еще ежик там есть Ежик кусает кусты Он видит нас И пытается через кусты Продраться Бедные кусты Так Осторожно Подходим Ежики Ты изи На самом деле Просто нам попался Ежик бешеный До этого А я вот Другой Спокойненький У тебя Не проставлен Приоритет На изучение Файтинга Так он и не нужен Нормально учится Вот восьмерочку Уже И полиармы Тоже И додж Всего понемножечку Приоритет Конечно Ну не знаю Насколько он тут нужен Ежика не оживить Ежик умер Не оставив Трупа Что это такое Вообще Эмбиент Лучшая музыка Для рогаликов Да Конечно Я это вообще Постоянно Когда Думаю Чтобы сделать Стрим По рогаликам Начинаю Сразу же Искать Где бы Какой Эмбиент Найти Потому как Тот Который Я использовал Когда-то Давно Он Весь Жутко Закоперачен На ютюбе Из этого Ролики Начинают Монетизировать Какие-то Левые люди Вместо меня Мэй же Либо наоборот Либо еще Того Хуже Вообще Там Какой-нибудь Прописывают Запрет На Звук Вообще Ролики То есть В каком-то Виде У меня Полностью Пропал Звук Из-за того Что там Есть Закопераченная Музыка И в результате Просто Отрубили Весь звук Еще один Крокодил Я есть Хочу Поэтому Крокодила Придется Разделать Я бы Поднял В качестве Зомби Зомби Крокодил Это довольно Неплохо Ну Ладно Просто Съедим Его В этот раз Лучшая Музыка Ведьмаке 3 Левелапнулся На тебя Цыгане Какие-то Нарали Сделал Квест Но Цыгане Нарали Это Не совсем Музыка Это Скорее Звуковое Оформление Но Я вот Думал На тему Того Чтобы Музыку Из игр Использовать И когда-то По-моему Чего Подобного Там Из ведьмака В том числе Из первого Какой-то Орки Их просто Вручную Забиваем И можем Поднимать Два Орка У тебя Куча Рационов Зачем Резать Животных На куски Которые Почти Непитательные Рембиш Потому что Рационы Пригодятся Потом Когда мы Будем Ходить По каким-нибудь Местам Где Вообще В принципе Нет никакой Еды То есть Нету Трупов Которые Можно Разделывать По различным Ответлениям Ада По каким-нибудь Криптам И прочим Местам Или В Эйбиси В Пандемониуме Где-то Путешествовать Там Это Очень Потребуется Поэтому А зачем Тратить Сейчас Еду Если Она Когда-нибудь Потом В далеком Будущем Пригодится Вышел 21 Кроул Обновил Клиент Да Некрофагист Обновил Музыка Изобливин Очень хороша Еще Миноз Загрейт Говорит Ну Может быть Надо Посмотреть Попробовать Так У них Все Трупы Несъедобные А вот Мы Тапки Нашли Давайте Их Наденем Просто Обычные Тапки Необычные Тапки Нам Добавляет Единичку Брони Насколько Я понимаю Так Ведь Да Бэйз Армор Рейтинг 1 Можно Их Еще Энчант Но Делать Мы Естественно Не будем Остальных Норм С едой Ну Может Может Быть Что Сделать Чтобы Мы Путешествовали Помедленнее От no agua Атака Хотя У mi Она Удастся По Уммм Умм 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 Умat Умм Умс Умм Surge the travel speed to your slowest lie. Ctrl-I. Во, отлично. Казалось бы, просто тапок, но плюс один к попаданию по тараканам. Ага. Но тут такие тараканы возятся, что они просто берут, отбирают твой тапок и самого себя этим тапком пытаются убить, убить, уработать. Чёрный мишка. И мы видим виверну. Поехали. Атакуйте. Понятно. Еле-еле виверну забили. Ну, мы её поднимем обратно. В виде зомби. Будь у нас зомби, виверна. Тут таракан размером с кабана пробегал. Ага. Тут такие кабаны бывают вообще просто. В обрук упадёшь. Есть канал Гид Кипур. Там лупы известных саундтреков с высоким качеством. Очень удобно. Говоря, Дикий Редок, зацени. Я сейчас ссылку открою, себя в Браузере оставлю. Спасибо. Угу, угу, угу. Тальтонулся, похоже, как-то более медленно стал. Никого знает, что происходит. Так, ну чё, в лейер отправимся. Наверное, да. Ммм, ещё один ёжик. Поднимем боевого ежа. Вот. Рассказывай страшилки для атмосферности. Микро. Ну, я не очень хорош в страшилках. А, например, про уязвимости процессоров Intel MDRM. Там довольно интересные уязвимости, на самом деле. Очень такие... Сказал... Необычные, неожиданные. Опа. Опа. Вот это я чё-то прям, знаете, как-то неудачно зашёл. Кошмар какой-то. Что за музон поставил? Скинь сыль. Пока нет. Пока занят. Не хочу отвлекаться. Опять альтабыцем. Ну и чё делать? Не, не хочу сюда. Вот коррозия. Слава коррозии. Коррозия минус 12. 16. Где телепорт? Похоже, всё очень плохо. Опа. Кто-то там говорил, что это временно, да? О, действительно, временно. Прошло он. Не хотел драться с желешкой, вот и десяток. Ну, это Dungeon Crawl. Он как раз, собственно, состоит из таких ситуаций, когда ты чё-то не хочешь. Тебе игрок говорит, не хочешь? Ну вот, получи раз в 10 больше. Поднимем крокодила. Пусть ёжик съест. Я немного голоден. Пробуем найти, кого съесть. Вот и ёжик. Оп, оп, оп. Ёжик, давай труп оставишь. Скушали ёжиком. Могу назад дверку прикрыть? Нет, туда я заходить не буду, потому как там ещё и растение растёт, которое плеваться умеет через эту дверку. Демон спауном с когтями не страшна коррозия. Так-то это неплохо, но единственная проблема... Я не демон спаун. Продолжение следует... Кастани рекол. Кастануть рекол. Это кастанет, наверное, рекол на тех, кто на этом уровне находится. То есть, да, у нас сейчас появился второй уровень пайти. Если посмотреть, то... Да так же и третий появился. Мы можем призывать нашу нежить обратно к нам. И мы можем отражать ранения обратно в наших врагов. Вот эта вот третья билка, это, говорят... Ну, я сам, честно, не пробовал, но когда еще была живовики, несколько дней назад, я читал, что это очень, типа, крутая билка, которая прям реально в тяжелых ситуациях может защитить. Спасибо за премиум. Приятного тебе просмотра. Желешки как это? Че-че-че? Купап, всякие слизни. Пачка из трех таких опасней финального босса раз 20. Отличка, всему прочему, есть целое ответвление. Вот это валера называется слаймпит. Где водятся только желешки. Причем некоторые из них особо опасные, страшные. Когда мы их поединочке, так вот, по одному убиваем, это еще не страшно. Но они, че, меня немножко, знаете, как-то настораживают. С разных сторон появляются постоянно. То с одной, то с другой, то с одной, то с другой. Такое впечатление, что здесь весь уровень в них. Гиппогриф. Интересно, насколько он опасен. Да вроде не сильно. Падал инет, ты еще жив? Да, снегами я еще жив. А, Роял Джели. Там много всего крутого. Да, там есть глаза разные в слаймпите, которые... Че они там делают? Че-то плохое, вот, насколько я помню, они делают очень... А, они, по-моему, то ли конфьюжен, то ли паралички, да. Вообще, собственно, держал ваш канал на 50 рублей и сообщает. Давно ждал стрима по каменному супу. Как качать персонажа будешь? В мага? Али в воина? И почему некромантия? Ну, во-первых, персонаж создавался как воин, и качаться в основном будет в воина. Единственное, возможно, какая если магия будет, то это что-то из поддержки, типа, там, скажем, какого-нибудь ускорения или чего-то подобного. Но и то пока не знаю, я очень давно не играл, поэтому я не до конца уверен вообще, что я хочу. А вот опасная очень жаба нам встречается. Чем она опасна? Тем, что она с шипами, когда мы ее бьем, мы можем, ну, так, немножко пораниться. И пусть она сражается за нас. Слушайте, это плохо. Там еще и гидра появилась, ко всему прочему. Я что-то так чувствую, что я сейчас сдохнул. Дикий рядок, а ты уточни, что это такое. Я вообще не понимаю, о чем речь идет. Можно без аббревиатур, чтобы как-то понятнее чуть было? Говорю, тебе призовет не только с этого этажа. Кастани, попробуй. Ну, сейчас немножко не тот момент, конечно, чтобы кастовать и пробовать. Я четко умираю. Сейчас вот мы из этой ситуации выберемся, я надеюсь, и тогда кастанем. У тебя нет защиты от яда и очень слабенькая атака при плохом хп. Из-за отсутствия миньонов для тебя лэйр — это смерти подобно. Ну, как из-за отсутствия миньонов? Вот у меня жаба есть. Она там что-то делает с ежиком. Чувствую, жаба ловнет даже, несмотря на то, что она зомби. Тебе надо отпрыгивать или убегать. Да, что-то делать надо. Инжер Миррор. Можно, конечно, попробовать отразить наши 24 последних хитпоинта во врагов и доблестно умереть. Нет, умирать я что-то не хочу. Давайте в Инвиз опять. Инвиз же крутая штука. Потому что телепорт неизвестно. Нас куда телепортнёт? Я не хочу сейчас испытывать судьбу в этом плане. Так, где-то нас хитпоинтов. Оп. Пожалуй, надо всё-таки сваливать. Обратно к выходам. Я очень-очень голодный. Давайте съедим всё-таки арцом. Оп. Теперь попробуем призвать нам ко всех наших... Вот это вот Б. Призвать всех наших рабов. Nothing appears to have answered your call. То есть никто из тех, кто у нас есть, на зов не пришли. А зато появился ещё один ёжик. Да что ж такое-то? Как там кидать вообще? На какую кнопку? Троул где-нибудь есть у нас? ПОДПИС cheesy. Ако дерг alleg count. Правильoule. Отлично. Отлично. mycket across бл丽 programmes. Поним meanное. Aí оно всё-таки удашься. Мы сейчас богат了 fram к чьей лоб. квивер этот как раз дробь-дроб квинс сезискрайб а таки можно так хоп убили еще одного убили но нежить у нас есть я все к чему сейчас мне кто-то предлагал использовать вот эту обилку призывать себе обратно нежить и ту нежить которая с других уровней это не призывает как видите она вся здесь находится вот эти три наших зомбика которые здесь остались на предыдущем уровне и их это не призывало так что все в общем-то вполне просто нежить привязана строго к одному уровню возможно какие-то другие ну не нежить, а зомби конкретно поднятые возможно какая-то другая нежить будет призываться конечно Knights of Pen and Paper там несколько игр говорит Дикий Редок плюс DLC к ним JRPG по правилам D&D не спрашивая как это возможно но игра крутая сушить диалоги это Ведьмак от мира JRPG по полу валяешься от смеха так стоп Ведьмак это же вроде не про то чтобы по полу от смеха валяться я что-то неправильно может быть в Ведьмаке понимаю ну ладно идеально для стрима говорит Дикий Редок весело и ненапряжно может быть когда-нибудь я на эту тему подумаю не могу обещать с других уровней не призовет да, вот я и говорю не призывает не забывай про свитки свитки надо бы идентифицировать по идее ага, это Блинк да, мы нашли Блинк мы свиток шума нашли и свет к туманам поехали обратно а почему мы там двери не открыли кто-нибудь вообще знает как автоэксплорер работает автоэксплоринг как-то очень криво функционирует местами вот можно было бы например быстренько забежать в ближайший угол и больше там не появляться но автоэксплоринг этого не делает или можно было открыть дверь так, а что у нас тут яки яки опасные существа ой, опасные гидры еще более опасные сваливаем отсюда потихонечку гидрозараза гидрозараза увязалась посмотрите сражаться буду только на лестнице еще василиск отлично просто какая компания подобралась используй ванду так, а что у нас за ванда ванда из бласта кстати, да на гидру она будет хорошо работать но у нас к сожалению эвакейшн очень низкий вообще ноль полный сражаться смысла нет ну одного можно попробовать побить так вот на другом уровне потыкать яка хоп все равно нам зомби на этом уровне больше не нужны счастье гидры с василиском задерут не факт кстати, можно было все-таки яка поднять спуститься забрать кого-то одного обратно наверх давайте здесь постоим немножечко пока здесь наша нежить развлекается и какие-то кусты ломает грибы жует понятненько пробили нас неслабо почти на пол хитпоинтов гидры там бушуют и чё-то по-моему надо забегать тупо ну в общем я понял мне здесь не рады я пошел там как-нибудь без меня о гидру кто-то укусил слушайте так победим вот выход вокруг него можно потанцевать смотрите гидру кусают зомби все верно наши убили есть еще дикобразик ну чё знаете моя идея такая кастую сейчас лед гидру ее замедляет я ее убиваю и на самом деле нет просто тупо дохный новый персонаж создаю да полимора должен работать на гидру но кидать в нее я его не буду ты не убежишь она быстрее да я тоже очень быстрый не я убегу я-то убегу а вот зомбики мои нет похоже все мои зомбики убиты где ниже ни на лэр ну да для этого нужно сначала гидру убить чтобы можно было сюда безопасно возвращаться мне нужно чтобы на этом уровне все было ну хоть как-нибудь более-менее спокойно хороший план все продумал да в общем пока кайтим ну че попробуем потыкать вандой вообще почитаем про эту гидру it looks extremely dangerous явно с ней не стоит иметь дел у нее резист к яду она хладнокровная и может быть ослаблена замедлено холодными атаками но видимо нужно больше чем просто какой-то пшик из палочки мы ее потыкали мороженым не помогло она очень быстро плавает регенерирует она огромная и она бьет по 5 раз 18 урона каждый раз 5 голов гидра каждая голова по 18 дамага бьет гидра looks extremely dangerous гидра серьезно гидра выглядит так что вообще рядом с ней близко не стоит оказываться погладить гидру это хорошая идея но я погладил если бы она зомби была бы сделать зомби гидром на низких уровнях нужно баловами бить вилкой тыкать плохая идея скажете ну ладно я пошел на уровень выше давайте спустимся куда-нибудь на другой уровень а тут все хорошо спокойно орки easy что у нас в этом магазине здесь продают разное оружие стимин батлейкс боевой топор от которого идет пар сияющий ручной арбалет покрытый рунами арбалет сияющий короткий меч ну так себе на самом деле вот этот топор выглядит довольно интригующе боевой топор от батлейкс который стиминг но у нас что-то как-то не очень вообще сейчас топорами грабь магазин ох если бы это был бы дом то можно было бы грабить а здесь нельзя убили неизвенного орка подняли орка зомби съели немножко орчатин еще орков подняли прекрасно кварт ростов это не поляром но вот не уверен кстати насчет косоха не уверен по-моему там есть что-то отдельное на эту тему давайте посмотрим все скиллы стейвс есть еще отдельная категория что за книги в инвентаре книга призывов это сам книги всякие ну скорее всего книгу надо будет выкинуть и книга алхимии вот такое книги бесполезные для моего персонажа он не сможет такое сделать он может открыть посмотреть на картинке сказать лол закрыть и больше не открывать ты мог книгу призывы юзать если можешь магия рыгун не очень хорошо магию могу на спилкастинг ноль ровно ноль интеллекта восемь единиц дайс вырезал племя беззащитных арчаток потом поторговал с уроком торговцем которого последнюю оставил живых ну да так уж хочется съедим что-нибудь кого-нибудь поднимем больше поднимать некого ну а что моя нежность вообще собирается что-нибудь делать будет стоять здесь рядом просто похоже будет стоять но фигли попробую изучить ради интереса ну вот у меня есть самое простое взглянание первого уровня призыв малых тварей всяких и шанс провала 58% 58 для того чтобы хоть что-то из этого изучить мне нужно во-первых поднять самлинг например нет самлинг я вряд ли подниму ну там спелкастинг надо поднять начать еще что-то учить довольно левая тема лучше подождать когда у нас появится хоть какая-то книга которая будет содержать что-нибудь там скажем с ускорением или чем-то подобным но тогда уже можно пробовать сейчас процентов нормально так туда это норма седьмого уровня инвокейшны я уж не знаю нужно ли нам качать дальше значительно дальше но на всякий случай будем уходи на честный бой орки умирают направо и налево о там кстати нас дрейнет давайте дойдем немного сейчас нас немножко подрейнили это фигово нам подарили собственного вайта видите с зеленым кружком такой вайт это наш собственный подарочек древний воин бла-бла-бла выглядит очень простым легеньким неплохо неплохо а вот есть кстати не подарок который просто обычный вайт мобили нашел подарен взяли зарезали правда отомстили за него ну что поделаешь с комментарием электрификации всей страны и маленькие топорики с заморозки вайт чем хороши с них оружие всегда зачарованное почти падает видите там моргенштерн дрейнинга труп шакалов там всякие давайте их поднимать всех подняли что у нас здесь алибарда заморозки ну довольно интересно сколько у нее урон 13 минус 3 13 и задержка атаки полтора а здесь плюс чуть 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 незначительно выше скорость раз в чем суть у нас вот эта штука уже зачарована на плюс 3 поэтому она не настолько плоха по сравнению не с алибардой на всякий случай можно наверное поддержать в инвентаре хотя вряд ли буду пользоваться этой алибардой труп шакала описание сжимал картинки на имиджбардах раньше на стрим кто-то спросил про музыку эмбиент какая еще нужна музыка если в рогалике тебя ждет только боль отчаяния и безнадежность не музыка нужна для того чтобы успокаивать нервы пока ты чувствуешь ненасимую боль и тщетность бытия для мили главная скорость оружия ну поверю дрейнинг вообще пройдет нет теперь с ним постоянно так бегать алтари всякие тут понимаешь а не подождите подождите дрейнинг дрейнинг это типа наши атрибуты продрейнили я так понимаю да и мы их можем восстановить интересный вопрос что это за дрейнинг я то ли неправильно понимаю кстати да не знаешь маккор забросил стримерство вроде бы я его видел иногда вроде не забросил сначала было более трагалик а потом правообладатели музыки правообладатель гораздо хуже чем чем кто-то ни было правообладатели те еще твари поднимем кентавра по такому случаю тебе нужно броник подобрать говорит рембиш ну возможно не броник возможно нужно сделать такого самунира с легионами нежити который будет в легкой броне изящно скользить за спинами своих прислужников и тыкать всех вилкой в глаз врагов в смысле но я не уверен что это очень сильно жизнеспособная концепция противники вытянули атрибуты ты их можешь вернуть получая xp понятно покажи плюс мирфолк скиллы третий раз прошу вот а что оно все фиолетовым skills reduced by draining and magenta воу воу что-то как-то прям все подрейнили ну стелс фиг с ним армор такое троувинг не особо важно доджинг файсинг полиармы ну вот это восстановлим а у нас же есть по-моему резист к яду да у нас есть кольцо резист к яду это наверное не так страшно все но я бы отступил все равно все нашу нежить перебили теперь поднимаем пчел убийц кентавров хочется кушать почему-то интересно почему и life force feel restored моя жизненная сила кажется восстановилась и кстати о правообладателях пишет дикий рядок использовал в ролике песню queen and one bites the dust пролетел копирайт на песню внимание металлика until it slips вроде оспорил мол этой песни видео нет а тут вчера хоба снова пролетела точно такой же на ты же песню прекрасно youtube отличная штука конечно мне нравится так поднимем здесь еще огром и что там кто-нибудь остался кого съесть можно что-то по-моему нет мне очень хочется есть а я всех наподнимал просто у меня видимо радиус подъема увеличился надо кого-то убить где-нибудь я почти уже голодаю давайте все-таки съедим что-нибудь придется тратить еду и знаете как это бывает по закону подлости именно в этот момент когда ты съел что-нибудь появляется еда на горизонте такая бегающая на нескольких ногах трансфигурация что-то у нас есть редзит форма статуи форма гидры и форма дракона ну довольно высоко уровневые заклинания которые вряд ли мы сможем себе позволить если даже посмотреть у них у всех шанс провала соточка одно австралийце пролетело пять запросов на видос где было десять часов белого шума да я это читал новости с гиг таймсов хабров они штука такая сложно найти людей которые их не читали ну или где-то в другом месте если вы их нашли то тоже конечно понятно поднимать поднимать никого больше наверное не будем на этом уровне уже все уровень закончился идем ниже десятый левел подземельем демь имя на